Я рад приветствовать тебя мой друг на моем канале Азбука технической графики и сегодня я предоставляю вам вот такое вот интересное задание, достаточно легкое нам необходимо по заданным двум видам деталей нам необходимо нарисовать ее профильную проекцию или вид слева и дополнительно еще необходимо нарисовать разрез АА который идет поперек нашей фигуры вот на виде сверху он обозначен и делит нашу деталь пополам начнем мы как обычно с того, что определим все-таки в каком масштабе построена наша фигура почему? потому что если вы получите такое задание от учителя если вам необходимо будет и вот эти два вида нарисовать в каком-то масштабе на отдельном листе бумаги я же постараюсь вам на этом же листе построить третью проекцию соответственно смотрите вот высота нашей фигуры 100 миллиметров задано а на бумаге мы видим здесь 45-46 миллиметров то есть это и не масштаб 1 к 2 и не масштаб 1 к 2 с половиной где-то посерединке получается соответственно давайте я попробую теперь тогда ну просто провести во-первых ось симметрии наши детали почему? потому что видите деталь наша что по одной, что по другой плоскости она у нас симметричная соответственно мы будем значит строить теперь ее по размерам давайте построим третий вид немножко больше чем заданные два вида я построю в масштабе 1 к 2 давайте посмотрим теперь на эту фигуру ее основание представляет собой такой вот параллелепипед у которого внизу в основании опять же имеется тоже прямоугольный сквозной вырез на нем стоит цилиндр диаметром 60 миллиметров и высотой 70 миллиметров у этого цилиндра сверху имеется вот такое глухое отверстие глубиной 40 миллиметров и диаметром 30 миллиметров также у цилиндра имеется сквозной вот такой прямоугольный вырез в верхней части и слева и справа к нему подходят два ребра жесткости на самом деле фигура я не скажу что сложная не скажу что легкая давайте попробуем теперь ее отобразить на виде слева смотрите ширина детали сиев 100 миллиметров значит мы откладываем влево и вправо по 25 миллиметров все рисую в тонкими обязательно тонкими линиями смотрите высота 30 я вот так вот линеечкой эти в данном случае не могу провести линию почему потому что я рисую третий вид в другом масштабе он будет с одной стороны и побольше но и опять же будет вам лучше виден поэтому фигурка получится более менее такое на более наглядное теперь цилиндр высота 70 значит 35 миллиметров и диаметр ее 60 значит в масштабе один к двум это 30 миллиметров значит от оси симметрии я буду откладывать по 15 миллиметров влево и вправо ребро жесткости на виде слева мы его увидим вот так то есть она идет с самого верха цилиндра до самого низа нашего цилиндра ширина его 10 значит будет она у 5 миллиметров шириной масштабе один к двум и мы откладываем по два с половиной миллиметра влево и вправо от оси симметрии ребро видимая соответственно мы ведем жирную линию смотрите теперь мы подходим к вот этому нижнему вырезу его ширина 64 миллиметра а высота 12 миллиметров 12 это значит 6 миллиметров 64 значит 32 миллиметра 32 и влево и вправо получается мне нужно отложить по 16 миллиметров и так как этот вырез у нас он сквозной то сидят с левого края до правого значит мы его и рисуем во первых как видимый раз и вырез и в нем внизу уже фигуры от ничего нету видите переходим теперь к отверстию отверстия диаметр 30 миллиметров и глубина 40 40 это 20 а 30 это значит 15 и откладываем отрезки по семь с половиной миллиметров но отверстие также как и на фронтальной проекции она у нас невидимая ну и теперь 120 градусов принципе я могу уже параллельность то у нас соблюдается и на масштаб она никак не влияет соответственно я могу провести параллельную линию вот теперь возникает интересный момент вот этой вот поперечной вытачкой ширина и у нас не интересует но нас интересует вот этот переход то есть в данном случае поскольку она идет насквозь нам необходимо будет вот здесь показать на виде слева что отверстие вот этот выход выход он видите ребят выход наши вот этого вы выреза он немножко не доходит до края цилиндра сколько здесь у нас получается один миллиметр то есть в данном случае было бы гораздо выгоднее если бы я нашу профильную проекцию нарисовал все таки в таком же масштабе как и два вот этих вида тогда бы я смог от вот этих точек провести провести смотри вспомогательные линии отразить их наверх от нашей вот этой наклонной линии и я бы нашел бы тогда точки выхода нашего наши вот это вот паза выреза ну давайте смотрим вот 20 миллиметров у него глубина значит 10 миллиметров он у нас будет идти на нашем виде слева и вот слева и справа я считаю здесь нам нужно потереть будет как бы внешний размер цилиндра потому что в этой области он у нас цилиндр будет немножечко меньше тут буквально один один миллиметр наверное образуется вот такая вот небольшая уже ступенечка если вам это непонятно напишите мне об этом обязательно в комментариях в целом если какие-то вопросы у вас возникают также обязательно мне пишите я постараюсь вам помочь так смотрите и теперь точно такая же история с внутренним вот этим глухим отверстием видите вот это две точки вот эти две точки показывают как бы левую и правую крайние точки нашего отверстия вот но про точечка вот это видите она у нас находится вот этих точки они немножко ближе к оси симметрии находятся соответственно нам здесь точно также надо будет подтереть само отверстие потому что в данном случае она пересекается у нас с нашей проточкой с вот этой и здесь точно также образуется вот такой вот небольшой как бы контур уже со ступенькой надеюсь вам все это теперь понятно ну и так как фигура у нас симметричная относительно вот этой оси соответственно мы можем по всем законам черчения инженерной графики мы можем сделать этот разрез например на левой нужно лучше конечно нагляднее красивее будет если мы провести сделаем его на правой стороне от оси симметрии то есть данном случае как я искала фигура симметричная значит левая часть у нас не отличается ничем от правой ну и чтобы нам не тратить место где-то отдельно выносить вот этот разрез а а мы можем также написать что вот здесь у нас а а будет и в правой части от оси симметрии сделать это как видимый разрез давайте я это и сделаю что у нас здесь теперь получится у нас когда мы проведем секущую плоскость у нас вот это отверстие будет уже теперь видимым правильно значит здесь она у нас пойдет как видимая линия ребро жесткости мы его здесь тоже не видим правильно за соответственно ли а левая линия остается так как это видимый контур а правая мы его просто удаляем она нам здесь уже будет только мешать и от вот смотрите теперь на виде сверху нас видно что дальше вот эта проточка про . она идет у нас как бы со ступенькой значит у нас вот здесь все таки у нас образуется линия показывающая наличие как раз вот этой вот имеющиеся ступенечки ну и все и теперь мы можем в данном случае уже провести штриховку вот так будет выглядеть наша профильная проекция с местным раз с разрезом а а на бумаге правильно ли мы выполнили все наши построения ребята давайте посмотрим давайте проверим это теперь в 3d пространстве вот и сравним с тем что мы нарисовали на бумаге так ребята вот мы находимся уже в 3d программе я постарался смоделировать нашу прекрасную интересную такую вот фигуру не знаю конечно где такая деталь используется в технике или это чисто такой теоретический вариант для нашего с вами обучения смотрите как я и сказал видите не совсем понятно может быть для начинающих ребят у в основании фигуры имеется видите вот такой вот внизу полностью сквозной паз как бы разрез и это видно на фронтальной проекции и на виде сверху что здесь еще очень интересно видите здесь наверху имеется вот такой тоже вот прямоугольный тоже сквозной вырез который проходит папе во первых на внешнем цилиндре и хотя этот и цилиндр еще имеет дополнительно отверстие не сквозное отверстие вот ну и давайте сразу же теперь перейдем и посмотрим как будет выглядеть наша профильная проекция то что мы нарисовали в первой части нашего видео посмотрите как я и сказал очень тонкий момент надеюсь вам все это понятно видите вот здесь наверху цилиндра то что точки выхода цилиндра они как бы выходят уже раньше не доходя до основного диаметра цилиндра то есть я надеюсь вам всем ребята это уже понятно если бы мы все строили по вспомогательным линиям то там легко было бы четко это последнее так идем далее если мы включим теперь режим невидимых линий посмотрите красным цветом я здесь постарался вам показать вот эти вот скрытые линии еще раз показываю что вот здесь у нас из-за того что идет отверстие видите наш прямоугольный вырез вот этот начинается раньше чем заканчивается чем заканчивается диаметр нашего отверстия поэтому у нас здесь образуется вот такая вот ступень кстати я заметили много немного опоздав что вот здесь справа у меня вот вот эта ступенечка нарисована немножко выше конечно же там мой маленькая моя маленькая ошибка я сделал недочет видно так под просто поторопился линейки неправильно измерил и конечно же совершил ошибку хотя слева нарисовал все правильно ну и если мы теперь опять же включим как будет выглядеть наш разрез посмотрите опа так давайте переключу его с другой стороны мы будем смотреть на нашу деталь вот так это будет выглядеть и опять же я включаю теперь вид слева посмотрите то что мы нарисовали в правой части нашей симметричной детали вот ну в принципе здесь все становится понятно я да надеюсь что здесь у вас никаких трудностей с этим абсолютно не возникла линия вот здесь она уходит потому что здесь внутри это видите деталь есть деталь телом внутреннее тело детали здесь обязательно нужно было показать нам ступеньку почему ступенька потому что ну здесь на самом деле имеется ступенька и вот такой вот ребро то есть от одной плоскости другой у нас имеется горизонтальная переходная как бы я надеюсь все вам это понятно но в целом ребята если вам понравилось это видео если вы здесь что-то нашли полезное для себя обязательно лайкать его чтобы youtube продвигал дальше такой вот обучающий контент вот для новых ребят не забывайте подписываться на канал еще будет много много интересных познавательных обучающих видео по технической графики вообще по техническому направлению я ребятки с вами прощаюсь до следующего выпуска а